Приветствую! Сегодня мы разберемся со следующим вопросом. Условная судимость за уклонение от мобилизации дает ли право на отсрочку от этой самой мобилизации? То есть мы говорим о ситуации, когда человека призывали на воинскую службу, он отказался, был суд, обвинительный приговор и он получил условный срок, как мы говорим. И вот теперь можно ли этому человеку дать повестку и призвать, либо же у него есть отсрочка? Как мы с вами хорошо знаем, закон о мобилизации в 23 статье дает перечень оснований, по которым у человека может быть отсрочка от мобилизации. И как вы все прекрасно знаете, там нет такого основания, как наличие условной судимости за уклонение от мобилизации. Но! Заканчивается ли на этом законодательство? Конечно же нет, законодательство на этом не заканчивается. И я сейчас вам покажу, почему этих людей с юридической точки зрения призывать нецелесообразно. И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы, конечно, с вами обратимся к действующему законодательству. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на статью 336 Уголовного кодекса, которой и установлена, собственно говоря, ответственность за уклонение от мобилизации. Это очень важно, не пропускайте этот момент. Важно здесь следующее. Наказание. Посмотрите. Карается по сбавлению воли на строк витрёх до пьяты рокев. По сбавлению воли. Наказание в виде лишения свободы. Почему это важно? Потому что, когда мы перейдем с вами к закону о воинской обязанности и воинской службе, то мы найдем там основания для увольнения человека с воинской службы. И вот посмотрите, во время военного положения. Военнослужащий подлежит увольнению с воинской службы у звязку с набранням законной силы обвинувальным выроком суду, каким призначено покарание у виде позбавления воли, обмежения воли або позбавления військового звания. И ось тут есть позбавление воли. То есть, если человеку назначили наказание в виде лишения свободы, это является основанием для увольнения его с воинской службы. Понимаете, почему я говорил, что нет юридической целесообразности призывать этих людей? Потому что наличие приговора такого – это основание для увольнения с воинской службы. Ну и давайте сейчас еще обратимся с вами к приговору. Посмотрим, что же пишут в таких приговорах. Вот что пишут. Это рандомный абсолютно приговор, и мы здесь видим. То есть, человеку назначается наказание в виде лишения свободы. Дальше, конечно, суд здесь вот пишет. На подставе статті 75-76 КК Украины «Звольнити від відбування призначеного покарання у виді позбавления воли з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені на нього обов'язки». Ну и «Де прелик обов'язки». Тобто это именно тот приговор, который мы говорим условный. Условный. Но даже в этом условном приговоре указывается, что виновному назначается наказание в виде лишения свободы. А как мы с вами помним, лишение свободы – это основание для увольнения. И вот именно поэтому я говорю, что юридического смысла призывать этих людей нет. Потому что как только вы призвали этого человека на воинскую службу, то вы, по сути, должны тут же его и уволить. Почему? Да потому что в отношении него есть уже приговор, которым ему назначено наказание в виде лишения свободы. Хоть и условно. И я прекрасно понимаю, что особенно если меня сейчас смотрят коллеги, которые скажут, что здесь можно эту статью, это положение 26-й статьи закона про ВО и ВС трактовать по-разному. Но, на мой взгляд, буквальное толкование звучит именно так, как я говорю. Такого человека нужно увольнять со службы. В дальнейшем, конечно, мы с вами посмотрим, по какому пути пойдет судебная практика. Но пока такие случаи мне неизвестны. И если, кстати, у вас есть информация, я всегда прошу вас поделиться этой информацией, дать ссылочку на соответствующий приговор, либо на решение суда, которым отказали такому человеку в увольнении со службы. Поэтому, друзья, я думаю, что призывать, конечно же, не должны этих людей. Но это не значит, что этого не будут делать. Вполне возможно, что наше государство примет решение, что «а давайте этих призовем», кто и так уже получил приговор за уклонение. И потом не будем их увольнять. Может такая ситуация быть? Ну, мы же все живем здесь, мы адекватные люди, прекрасно понимаем, что это возможно. Будет ли так? Я считаю, что это крайне маловероятно. Тем более призывать этих людей нет смысла вообще там с точки зрения обороноспособности страны, поскольку мы понимаем, что этот человек не мотивирован, абсолютно не мотивирован воевать. И смысла в его призыве для страны, ну, как бы и нет. И это скорее будет вредно для страны, чем полезно. Поэтому я не думаю, что мы до этого дойдем. И если мы дойдем, то, на мой взгляд, это будет, соответственно, нарушение действующего законодательства, нарушение статьи 26 закона ОВО и ВС. Друзья, на этом все. Если вы считаете, что данное видео было полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.